Конечно. И вот жизнь моя в том числе, вот именно на вашем, на нашей встрече Эхо Петербурга, она разделилась на две эры. Эра до Димаша, эра после Димаша. В нашей жизни много таких периодов, но этот период я ни на какой другой не променяю, потому что в нем легко, счастливо. У меня очень много друзей из разных стран. Мы в день можем с кем-то переговариваться из Финляндии, потом из Челябинска, потом из Севастополя, из Подмосковья. И это происходит каждый день, ежедневно. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Меня зовут, хотя вы и так уже знаете, поэтому сразу к делу. 29 ноября состоится наш, ваш долгожданный праздничный онлайн-концерт, который мы приурочили к концерту Димаша в Санкт-Петербурге, который состоялся год назад. Также мы не могли не вспомнить нашу замечательную встречу друзей канала Эхо Петербурга. Тогда он еще именно так и назывался. Может быть остались люди, которые это помнят? Если да, поставьте лайк скорбящего. И вот в преддверии двух таких значимых событий в нашей жизни мы решили связаться с Людмилой Зайцевой, которая определенно стала героем того славного вечера и главной помощницей в организации незабываемой встречи друзей. Фильм о встрече друзей канала Эхо Петербурга появится завтра, не пропустите. А сегодня я хочу предложить вам беседу с Людмилой, где мы пообщались на тему прошедшего года и событий, которые произошли в ее жизни. Алга! Конечно, ребята, прошел только один год, а мне кажется, что прошла целая жизнь. Потому что она такая разнообразная у меня за этот год была. Столько поездок, столько встреч. В общем-то, границ действительно нет. И все это, конечно, благодаря нашему замечательному человеку Димашу. Вот. То есть, если вы поняли, то коронавирус вас не остановил в этот год, и вы прекрасно путешествовали, нарушая все законы. Нет, ребята, вот смотрите, ведь Димаш это же не только он. Вот это я уже говорила, что это целая вокруг него орбита. И мы через эту орбиту познакомились с Эльдаром Гайнудиновым, да? Вы знаете его. Он был на московском концерте у Димаша. Он танцевал. И мы в метро после концерта с ним познакомились, фоткались. И мы с ним потом переписывались в комментариях и говорим, как только мы сможем, мы первая возможность, мы приедем к вам в Тодос. И что вы думаете? 28 августа мы сидели на первом ряду, на первом концерте Тодоса, наша триодерс, и мы с ним встретились. Потом он вышел к нам в холл. Мы фотографировали, все удивлялись, он такой недоступный для всех. А мы, три человека, как хотели с ним, так и фотографировались. Ну и поддерживаем друг друга, конечно же. Потом перед московским концертом мы были на концерте «Березка». И можете себе представить? После концерта познакомились с Михаилом Кольцовой, руководителем ансамбля «Березка». Вот, то же самое, мы с ней познакомились, мы с ней фотографировались. Потом, конечно же, с Ерланом после концерта. Потом, конечно же, с Джордан после концерта. В Москве я взметнулась на сцену, потому что Димашу невозможно было цветы подарить. Мы уже на следующий день Москву закрывали. Но я не выдержала. Я махнула на сцену, выручила цветы «Джордан», и мы с ней, конечно, нафотографировались. Вы один из тех уникальных людей, которым посчастливилось быть и на питерском концерте, и потом, через некоторое время, на московском концерте. Вот расскажите, отличались ли эти концерты, и что осталось в памяти с первого, и что со второго? «Ребята, вот я сейчас вам скажу, очень многое зависит от того места, где ты сидишь. Очень много. Очень много сидит. Я в Питере сидела в секторе 211, в том секторе. Он был действительно крайний справа, но там стояли большие колонки. Они немножечко отвлекали от Димаша. Да, он выходил вперед, и мы его видели, слышали. Это немножко отвлекало. И я его снимала на камеру, на такую камеру. И это меня потом отвлекало. Вот вы верите, я ехала домой, я не помнила концерта. Но не одна я. Очень многие говорили, что вот это первое впечатление. Вот это его живое присутствие на сцене, потому что мы впервые его увидели. Это так не казалось невероятным, что мы его видим, что мы присутствуем на этом концерте, что вот как-то ты поражен настолько, не веришь, что это действительно было с тобой. И потом, через несколько дней, я только просматривая Фан Камы, я поверила, что я там была. Так, в Москве мы поступили уже поумнее. Мы взяли немножечко места в секторе, но немножечко подальше от сцены, чтобы мы просматривали всю сцену. То есть мы просматривали всю сцену. Но когда появилась возможность спуститься с нашим баннером в портер, мы спустились, мы его начинули, мы не сидели на своем месте. Мы танцевали, плясали, мы кричали, признавались в любви. Ну а потом приблизились к сцене. И, конечно, это было такое впечатление. Вот он стоит, я была в первом ряду возле сцены, меня никто не мог остановить. И вот это его присутствие рядом, вот этого парня, это, конечно, что-то было невероятное. Это было что-то грандиозное. Ну, ему, видимо, уже нельзя было наклоняться к нам, понимаете? Он взял там несколько букетов. Это уже было 9 марта, а 10 марта Москва уже была закрыта. Вот это уже немножечко другое впечатление. Второе такое, знаете, уже там немножечко... Ну, это уже по-другому это все воспринимаешь. Людмила, теперь мы поняли, почему китайские Диэрс все время занимают все место у сцены и никого не подпускают. В этот раз... На московском концерте удалось прорваться, и вы подпишите мою загадку. Спасибо. Да, много они о нас знают, китайские Диэрс. Мы на Минский концерт купили билеты в портер, в четвертый ряд. Так что в Минске мы места в портере никому не отдадим. Мы там будем сидеть в своей тоже дружной компании. Как и на новой... На песне Кода. Я надеюсь, мы с вами там встретимся, ребята. Вы же поедете, я надеюсь. Поедете? Я хочу вас как раз про песню Кода спросить. Я знаю, вы уже говорили про баннер. И я знаю, у вас особый план по поводу баннера. Ребята, мы, конечно, его возьмем. Мы не знаем, как это все будет проходить. Будет 25% этих зрителей. То есть там места будут через один или через два, естественно. Но мы все равно найдем возможность баннер натянуть. А потом, перед выступлением мы решили. Но после выступления Димаша, я не знаю, кто нас сможет удержать в нашем паровиде арсовском. Поэтому баннер мой увидят многие. А уже пишут. Давайте... А все берут баннеры. Мы уже договорились. Все Диэрсы берут баннеры. Берут вот эти кокошники свои. Берут всякие светяшки. И мы решили друг друга снимать на Песни года. А потом пересылать друг другу фотографии. Потому что самому сделать себя снять, это будет невозможно. Вот. Так что я надеюсь, мы с вами... Ребят, мы хотим приехать часа за два, за три пораньше. Там в самом помещении ВТБ есть кафешки. Там есть торговый центр и кафешки. Мы, естественно, хотим там пообщаться немного с друг с другом. Знаете, сколько желающих? Мне люди пишут. Людмила, где вы будете? Я их не знаю. А мне пишут. Людмила, где вы будете? Я вот и говорю, что там есть кафешки. Давайте. Мы там найдем друг друга. Вот флажки. Вот видите, у меня там флажки стоят. Возьмем казахский флажок, помашем друг другу. Это будет наш пароль. И навстречу. Так что мы найдем друг друга. Людмила, беремся часов за шесть, чтобы время хватило. Все песни. Не за шесть. В восемнадцать начало концерта. Ну, мы в часах четырнадцать собираемся туда. Вот. Там собраться. И немножечко похулиганить. Песенки попеть. У нас музыкальные колонки будут с собой. Так что музыкальная поддержка у нас есть. Да. Это во мне еще вот эта вожатская натура сохранилась. Поэтому я вот эту встречу и организовала. Правда. Правда. Уже обращаются на счет московской встречи на Песни года. Но я немножечко поддержу. Нет. Свой энтузиазм поубавлю. Все-таки коронавирус. И большими группами собираться нельзя. Придет время. Я думаю, что мы еще соберемся и не раз. Ну, теперь двадцать девятого марта Минск нас ждет. Минск. Мы уже на четвертом ряду сидим в фортере. Это правда. Вот. Поэтому здорово. Проживать сегодня уже планы на будущее строить. Вы знаете, это такой кайф в жизни, которая, казалось бы, все уже, все состоялось. Нет. Ничего еще не состоялось. Еще все самое лучшее впереди. Мне написали девчонки из Татарстана, с Урала, что они едут на Песню года ради одной или двух песен Димаша. Ради одной или двух песен. А мы думаете, ради кого едем? Мы ведь тоже едем ради Димаша. Вот. Поэтому. Мы тоже знаем про американскую группу, которая едет специально на Песню года, ну, собирается приехать. Оф ты их. Нужно нам знакомиться с ребятами. А почему нет? Вы знаете, после того, как мы не понимаем сами, наши языка, мы общаемся, мы понимаем друг друга, ну, это же здорово, пусть едут все, пусть о Димаше знают все. Я сегодня даже не хочу говорить о влиянии его на людей. Мне кажется, это еще будут изучать и изучать эти вещи. Просто он есть в нашей жизни. И хочется улыбаться. И кажется, что нет плохой погоды. И кажется, что скоро пройдет коронавирус. И кажется, что все скоро так изменится к лучшему. И я не музыкальный критик. У меня нет музыкального образования. Вот он попал, этот Димаш, прямо в самое сердце. И вон там он поселился. И мы живем вместе с ним. Кружены счастьем. Такого количества слов любви мы, наверное, в жизни никогда не говорили. Мы все говорим. А знаете, кто выиграл от этого всего? Наши дети, наши близкие. Потому что мы такие добрые, мы такие счастливые. И вот это счастье, оно на них тоже распространяется. Если нужна будет какая-то помощь от меня, информация или поддержка, пожалуйста, можете на меня всегда рассчитывать. Я ваша поклонница. А вы уже стали моими блогерами. А вас знают в моем коллективе школьном. А вас знают мои ученики. Вот. Они смотрят вместе со мной мои выпуски. Они смотрят ваши выпуски. Многие из них на вас подписаны. Вот. Поэтому вы не думайте. Мы тут работаем. Вам лично, ребята, я желаю успехов. Процветания каналу. У вас подписчики, ну, количество подписчиков растет. Потому что нам с вами интересно. Понимаете? Нам с вами интересно. И, безусловно, мы будем слушать свой онлайн-концерт. Он свой. Он уже наш онлайн-концерт. Мы рядом с вами будем. Я надеюсь, мы услышим новых исполнителей из разных стран мира. Вот. Это еще раз подтверждает, что для творчества Димаша, для его песен нет никаких границ. Ни государственных, ни языковых границ, ни возрастных границ. Вообще нет границ. Вы понимаете? Нет этих границ. А мы же... Подождите. А мы же должны еще в конце передать привет ученикам. Не сказать им, что они слушались самую лучшую свою учительству. Спасибо, ребята. Я стараюсь. Я люблю вас, ребята. Привет вашим семьям, вашим деткам. Пусть они растут, и все у них будет хорошо. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург 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 Алга Петербург